Продолжение следует... Продолжение следует... Правоохранители обращаются к горожанам и просят сообщать о подобного рода инцидентах на дороге. Сделать это можно, позвонив в дежурную часть по номеру 02 или телефону 31810. Полицейским необходимо сообщить номер автомобиля нарушителя и примерный маршрут его следования. В Тазовском суд вынес приговор за двойное убийство. Трагедия произошла в поселке в июне прошлого года. 25-летний мужчина в ходе семейной ссоры с супругой схватился за нож. На теле женщины следовательно считали почти два десятка следов от ударов. Злоумышленник расправился также с 18-летней сестрой, потерпевшей, которая стала свидетелем убийства. После этого ямалец надругался над телом супруги. Следователи уверены, мужчина осознавал, что делает. Ближайшие 18 лет он проведет в колонии строгого режима. Очередной северянин стал жертвой телефонных аферистов в погоне за легкими деньгами. Инцидент произошел в Надыме. Местному жителю позвонили неизвестные и предложили выгодно вложить деньги. Надымчанин согласился подзаработать и перевел на предложенные компаньоном банковские счета 2 миллиона рублей. Понятно, что никаких дивидендов мужчина не получил, а аферистов теперь ищет полиция. Пропавший в тундре на Ямале вахтовик найден мертвым. Его тело обнаружили 19 апреля неподалеку от села Гассале. 45-летний мужчина приехал на вахту 6 апреля, а уже через два дня пропал. По данным оперативных служб, он ушел в направлении Тазовского. Искали пропавшего полицейские, спасатели и волонтеры. А обнаружить его смогли лишь спустя почти две недели. Поиски осложняли сильный ветер и метель. Занесенное снегом тело пропавшего вахтовика случайно нашли тундровики, о чем и сообщили спасателям. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются силовики. А точную причину смерти установит экспертиза. Стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала «Ноябрьск-24». Субтитры создавал DimaTorzok